Рассмотрим распределительные термостатические трехходовые клапаны. Как они работают и как их установить. Первый тип обозначения распределительного клапана это стрелочные. Стрелки указывают направление движения теплоносителя. Распределительный клапан имеет один вход и два выхода. При этом вход никогда не закрывается, а вот два выхода, один из них всегда будет закрываться. Все зависит от температуры теплоносителя. Также распределительный клапан имеет термостатическую головку с выносным датчиком. Датчик передает информацию на термостатическую головку. И головка начинает нажимать на шток и приводит в действие выход 1 или выход 2. Второй тип обозначения это буквенное. Работа распределительного клапана остается таким же самым, как и при стрелочном обозначении. Этот клапан тоже самое имеет один вход, обозначает А, Б, и два выхода, обозначения А и Б. Два выхода, которые обозначают А, Б, меняют свою работу. Или открывают проход, или закрывают проход. Распределительные трехходовые клапаны бывают сидельные и поворотные. Сидельные распределительные клапаны не нуждаются в электричестве. А вот поворотные управляются сервоприводом, а сервоприводом управляет автоматика. А на автоматике настраивается температура, которая вам нужна. Обозначения на распределительных трехходовых клапанах, сидельных и поворотных, бывают, как я уже говорил, стрелочные и буквенные. Эти обозначения при подключении клапанов трехходовых надо обязательно соблюдать. Дальше мы с вами рассмотрим работу сидельного трехходового клапана. И вы поймете, как он работает и о чем я говорю. Поворотные трехходовые клапаны мы с вами рассматривать не будем. Работа ихняя такая же, как и сидельных клапанов. Отличаются сидельные и поворотные клапана только управлением. Тут мы видим два котла, которые напрямую соединены с радиаторами. Котел дровяной твердотопливный и котел газовый. Обе эти схемы рабочие, кроме одного нюанса. Плачет дровяной котел, то есть конденсат. В газовом котле такого нет. Более подробно о конденсации мы остановимся в дальнейшем. Тема у нас сейчас совсем другая. Казалось бы, две схемы одинаковые, рабочие. Но одна схема требует доработать систему, а другая полностью рабочая. Насос в системе с газовым котлом мы можем установить как на обратке, так и на подаче. Система на дровяном котле. Насос только на обратке. Про насосы будет отдельная тема. Давайте будем дорабатывать нашу систему с дровяным котлом. Итак, для того, чтобы наш котел перестал работать в режиме конденсата, мы должны поднять температуру на обратке котла. Минимальная температура прекращения конденсата это 55 градусов Цельсия. Железобетонная температура прекращения конденсата 60-65 градусов Цельсия. Если в наших руках оказался трехходовой сидельный клапан термостатической головкой нажимного действия, и чтобы защитить котел от низкотемпературной обратки, мы этот клапан всегда должны устанавливать на подачу. Сторона АВ у нас никогда не закрывается. Поэтому мы его устанавливаем на подачу котла. Насос направляет теплоноситель именно через сторону АВ, которая никогда не закрывается. Теплоноситель проходит через сторону АВ и направляется на сторону А. Сторона В у нас пока закрыта. Это контур радиаторов. От стороны АВ теплоноситель направляется на обратку котла. И температура на обратке повышается, и котел прекращает конденсировать. Теплоноситель не движется в сторону контура радиаторов. Так как встречает сопротивление из-за отсутствия циркуляции теплоносителя. Так как сторона В у нас закрыта. То есть таким образом вода у нас не может циркулировать. Датчик крепим на обратку, температуру которой нам нужно поднять. Обратка котла. После того, как набралась температура на обратке котла 55-60 градусов, и котел вышел с режима конденсации, выносной датчик дает команду термостату выполнить действие. И термостатическая головка нажимает на шток и открывает потихоньку сторону В, а именно сторону контура радиаторов. Температура воды в контуре радиаторов холодная. И поэтому определенная часть холодной воды проходит через датчик. И датчик это видит и подает команду закрыть проток В. Так как на обратке котла температура понижается. Что у нас получается? А получается то, что определенная часть горячей воды пошла к радиаторам. А определенная часть холодной воды из контура радиаторов поступила в котел для нагрева. И такие действия происходят до тех пор, пока контур радиаторов не нагреется. Когда нагреется вся наша система, проток А полностью закрывается, а проток В полностью открывается. Наша система, котел и радиаторы стоят одним целым. А до растопки твердотопливный котел имеет свой контур, а радиаторы свой. Такая система полностью рабочая. Котел не плачет, радиаторы теплые. Но опять же есть проблема. Это температура. Об этом поговорим в отдельной теме. Следующая схема это установка распределительного клапана для регулирования температуры контура радиаторов и контура теплых полов. У нас имеется буферная емкость и мы должны подать тепло в радиаторы и теплый пол. Контур радиаторов и теплых полов мы подключаем в первую половину буферной емкости. Распределительный клапан для регулирования температуры контура радиаторов и контура теплых полов всегда подключаем на обратку. Датчик крепим на подачу. Пока температура в буферной емкости не нагреется до температуры 50 градусов, выбранная нами вручную, теплоноситель будет циркулировать по кругу. Вот так как я нарисовал. Так, 50 градусов, ребята, это температура для контура радиаторов. А для теплых полов это 35-40 градусов. Конечно, вы можете поставить и 45 и 50. Главное не навредить себе здоровью и не разрушить температурой пол. Тут мы видим, буферная емкость уже нагрелась. Температура больше, чем на датчике выставлено. Соответственно, чтобы эту температуру не пустить в контур радиаторов или теплых полов, датчик дает команду термостатической головки выполнить действие. Открыть сторону B полностью подмеса. Чем выше температура идет к датчику, тем больше открывается этот клапан. Препятствует движению теплоносителя из буферной емкости горячей воды. Делаем вывод, ребята. Распределительные трехходовые клапана устанавливает на обратке, если это контур радиаторов или теплых полов. На подаче, если это защита от низкотемпературной обратки котла. На этом все. Спасибо за просмотр, ребята.